ПЕСНЯ 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 Итак, все готово к началу сегодняшнего поединка. Наверное, стоит представить арбитров сегодняшней встречи. Судья на вышке Сергей Головин представляет Московскую область. Также второй арбитр Павел Андерсон, москвич. Тем не менее, однофамилец нашего американского доигровщика Мэтью Андерсон, который наверняка выйдет сегодня на площадку под номером один. Итак, Зенит Казань, Урал, Уфа. Тринадцатый тур чемпиона российской суперлиги. Волейбольный турнир среди мужских команд. Кстати говоря, при том, что матчи носят принципиальный характер, все-таки это дерби, как ни крути. Команды, которые представляют два региона, соответствующие друг с другом. Тем не менее, статистика далеко не в пользу команды из столицы Башкортостана. Дело в том, что Зенит выиграл 13, вы представляете, 13 последних очных поединков этих соперников. Более того, последний раз уфимцы выигрывали у волейбольного клуба из Казани, по-моему, в 2007 году. Стартовая шестерка, Урал, мы смотрим. Здесь сразу обращает на себя внимание и появление Романа Данилова в качестве игрока в диагонали Павел Зайцев. Сейчас мы немножко подробнее представим эту шестерку, уже когда сами волейболисты появятся на поле. Вот наша шестерка. Давайте посмотрим. Да, без сенсаций. Сегодня пока в запасе начинает матч Абросимов, а игроки первого темпа это Николай Апаликов и Александр Булков. Итак, еще раз о стартовой шестерке наших соперников. Номер два связующий Павел Зайцев, капитан команды. Номер седьмой Леонид Кузнецов, это блокирующий. Номер восьмой Максим Потин, доигровщик. Десятый Роман Данилов, соответственно, у нас диагональный игрок. Также на площадке Никита Алексеев, номер двенадцатый. Это блокирующий. И, соответственно, еще один волейболист осталось на пульс ставить. Это Петр Самойликов. Самойликов под тринадцатым номером. Это игрок первого темпа. Наша стартовая шестерка. Мэтью Андерсон, номер один. Николай Апаликов, номер три. Евгений Севажилиев, номер шесть. Александр Полков, седьмой. Капитан Зенита. Никола Грбич, связка номер девять. И знаменитый диагональный казанского Зенита сборной России. Максим Михайлов, Алексей Вербов, номер шестнадцатый. Именно он будет основным либера нашей команды. И, что касается Урава, то здесь основной либера – это Кириченко. Дмитрий Кириченко под номер шестнадцатый. Ну, Владимира Олеговна – триумфатора Лондона 2012 года. Вы все знаете прекрасно. Итак, начинается поединок. Счет 0-0. Первая партия. И первыми будут подавать хозяева. А именно Николай Апаликов. Это на ваших экранах Леонид Кузнецов. Один из опытных игроков этой команды. Наши сегодняшних соперников – тридцатилетний волейболист. Вообще, некоторых игроков в Ураве мы знаем другим командам. В частности, за московское «Динамо» играл тот же «Потин» или тот же «Самойленко». Давайте смотреть. Первая подача Апаликова. Справляется Киличенко с приемом. И атака Алексеева не достигла успеха. Но и будет доигровка сейчас у «Зенита». Есть шанс набрать первое очко усилиями Максима Михайлова. Не без труда, но Михаил Куги обыграл тройной блок. Организационный тройной блок соперников из столицы Пашкортостана. И первое очко в матче за хозяевами. Попытка сыграть первым темпом. Зайцев удачно сыграл на Леонида Кузнецова. И счет стал равным 1-1. Вот так с самого начала. Посмотрите, связка Урала задействует своих игроков первого темпа. И так, я думаю, это удачное действие. Неплохой такой эмоциональный задел для команды гостей. Роман Данилов, известный мастер подачи. Но справляемся мы с приемом. Ну и дальше Максим Михайлов. Мяч попал в аут после удара. Но там было бесспорно касание блоков. Очень хорошо видно на повторе. По пальцам Леонида Кузнецова очень удачно попал наш диагональный игрок. И 2-1. «Зенит» на старте встречи ведет в счете. Максим Михайлов на подаче. Что, по-моему, под заднюю линию. Вот с моей позиции комбинатор очень хорошо вбел его. Куда приземлился мяч после подачи Михайлова. Да, и явно до задней линии доволен Олег. Это вот и первый эйс в сегодняшнем матче. Ну и вот на нашем повторе. Хорошо тоже, по-моему, было видно, что даже не в линию, а до нее опустился мяч после подачи Максиму Михайлову. Еще одна мощная подача. И тем не менее, посмотрите, Зайцев рискует. Вот такой недоведенный мяч. Он, тем не менее, пасует первым темпом. И Кузнецов пока не подводит своего связующего игрока. Вот такой черпачок. Туда не просто было попасть, но тем не менее, Кузнецов достаточно близко к сетке, и поэтому тяжело было поднимать этот мяч. Алексеев очень могучий молодой человек. И надо сказать, что его подача под стать внешнему виду 12-го номера команды из Уфы. Не справляемся мы с приемом. И еще становится 3-3. И теперь по эйсам 1-1. Мощная будет подача. И сейчас было непросто справиться с приемом. Тем не менее, Сива железь на тройном блоке. Будет у нас доигровка. Грбич Михайлов. Четко площадку по линии от Максима. И Зенит вновь выходит вперед. Вперед. Смотрите, Грбич за голову. И дальше непросто было атаковать Михайлову. Но, тем не менее, справился с ситуацией. И переиграл одиночный блок команды соперника. Ефини Сива железь. Чемпион Европы. Действующий в составе сборной России. Подача. Кириченко справляется. И Роман Данилов на двойном блоке. Хорошо, он уже сыграли в защите. Но дальше доигровка. И вновь мы. Будем атаковать Михайлову. Проходит между Ботиным и Кузнецовым. Которые не сумели там на блоке самкуть свои ряды. Ну и пока начало встречи явно за лидером Казанского Зенита. Михайлов раз за разом набирает очки. Как с подачи, так и в атаке. 5-3. Сива железь на подачи. Ну и очевидная ошибка наших соперников. Здесь не разобрались. Они тоже должны работать в приеме в этой ситуации. Между, собственно, принимающими игроками подал наш волейболист. И 6-3. И, при этом счете, первый клининский тайм-аут Флавио Кулинелли. Здесь позиционно вы можете отвернуть. И он не может положить свое место. И он будет в этой ситуации, где вы можете попасть в этой ситуации. Достойно, не ты ваше правое место, но полк, половина ваша. Ваше правое место. Ваше правое место. Ну вот видите, итальянский наставник Урава просил повнимательнее быть своих подопечных. Павел Гулинелли очень опытный наставник, именитый по прозвищу профессора. Кстати говоря, в свое время он работал еще в середине 90-х с Вадимом Олегом как игроком. Такой любопытный факт, это было больше 20 лет назад. У нас Сиважелес вновь на подаче. С атакой Ботина мы справляемся, но будет доигровка. Роман Данилов на двойном блоке. Ну и на этот раз вновь наши блокирующие оставили ход атаку. И точно Данилов. Собственно вот такая одна из заготовок Урава в атаке. На этот раз работал, Данилов четко очень попал, там не сумели, но значит поднять. Немножко небрезно сыграли в приеме. В итоге Сиважелес не слишком удачно перебрасывал мяч на чужую сторону, но и мяч по длине. Отправился в аут и вновь минимальное преимущество Казанского зимита. В счете 5-6. Леонид Кузнецов на подаче. Такой простенький планер. И есть возможность завершить атаку первым темпом, что и делает Александр Волков после отличной передачи Николая Горбича. Ну вот что значит в волейболе, когда достаточно формально отнесся к подаче волейболист. Просто Кузнецов перебросил фактически сетку. Ну и тут конечно такие опытные мастера, как в составе Казань, не применули возможности так эффектно завершить атаку. Вновь очевидная ошибка на приеме водопечных Гулинелли. И на первый технический перерыв команды уходят при счете 8-5 в пользу Казанского зенита. Ну что ж, пока так, можно сказать, буднично проходит игра. Но и явно есть проблемы с приемом у волейболистов в Урала. Причем не то, чтобы они не справлялись с подачами, а вот пока не могут разобраться, кто же должен сопринимать. Те самые подачи волейболистов в Зенита Казани. И, в общем, именно эти ошибки на приеме и, соответственно, очки с подачи и обеспечивают нашей команде довольно комфортное преимущество уже на самом старте этой первой партии. Ну и вот Максим Михайлов. Он, безусловно, главный герой старта первого сета. Я думаю, что где-то половину очков, если не больше, нашей команды набрал именно диагональный Зенит Казани сборной России. Это Флавил Кулины на ваших экранах. Тренер команды Урал, а на дальнем плане был, соответственно, Владимир Олекно. Итак, 8-5. Александр Волков на подаче. Справляется Алексеев. Ну и дальше все заканчивается атакой Максима Михайлова. И еще одно брейковое очко от Казанского Зенита. И преимущество увеличивается до счета 9-5. Это Сибожелец на ваших экранах. А на подаче Александр Волков, по-прежнему, капитан Зенита Казань. Не будет атаки у Урала, зато будет у Казанского Зенита. Пайп! Лично Евгений Сибожелец с задней линии четко. Ну и двукратное преимущество Зенита. 10-5. И, конечно, недоволен Самойленко. Очень такое грустное было лицо блокирующего команды Урал. И фактически еще даже Экватор не преодолела первая партия. А Плавио Гулинарис будет второй свой тренинг с тайм-аут. Плава Гулинарис будет второй свой тренинг с тайм-аут. Болейбольная команда, которая также, напомним, как и Зенит, пробилась в финал четырех, соответственно, уже женского турнира Лиги чемпионов главного кубкового соревнования Старого Света. У нас по-прежнему Волков подает. И здесь, но блестяще, просто блестяще, одиночный блок нашего связующего Никола Горбич. Вы посмотрите, один в одного закрыл атаку Максима Ботина. Он впечатляющий. Редко такое случается, когда связующий игрок останавливает атаку нападающего команды соперника. Но Николай Горбич большой мастер. И, наверное, здесь удивляться особо не стоит. Сейчас Путин неплохо сыграл в приеме. А дальше у сетки Павел Зайцев сумел преодолеть сопротивление самого Николая Апаликова. Явно этот эпизод можно в плюс занести связующему игроку команды из Уфы. Да, вот так Апаликов атаковал, но попал в руки Зайцева. А дальше метод наскачивал на площадку Зенита. Вот так сумели сняться спадачники Волкова. Волейболисты из столицы Башкортостана. Ну, а здесь уже быстро снимаемся мы после быстрой атаки из четвертой зоны Мэтью Андерсона. 12-6 в пользу Зенита. Здесь какая-то длинная эпизодич, отличная от Гребича. Ну, и дальше здесь успел, успел пройти по линии. Не долетел буквально плохо до того места, куда атаковал Андерсон. И продолжаем мы штоповать очки. Здесь очень легкий переходящий мяч забил Максим Михайлов. И первая замена в составе команды Урау. В общем, довольно любопытная замена. Покидает площадку Никита Алексеев. А в доигровку у гостей выходит не кто-нибудь, а Никола Ковачевич. Очень известный сербский волейболист. Один из основных игроков сборной своей страны. Даже несколько удивительно, почему он не вышел в стартовом составе. Но вот его услуги понадобятся уже в середине первой партии. Вновь у нас затяжной розыгрыш. И вновь одиночный блок. Да, но пока сегодня явно не день Максима Ботина. Пожалуй, что он второй сейчас на очереди быть замененным. Потому что второй раз за несколько последних розыгрышей его атаку остановит одиночный блок Зенита. На этот раз эта удача была именем Мэтью Андерсона. Подача в сетку от игрока Зенита. 7.14. Но преимущество хозяев в этом первом сете уже выглядит очень весомым. Пока не совсем понятно, за счет чего могут гости переломить характер этого первого сета. Так и первым темпом Зенита не без проблем. Но, тем не менее, Николай Апаликов зарабатывает этот очко, поскольку от рук блокирующих мяч отправляется в аут. Давайте посмотрим на повторе. Неплохо здесь выпрыгнул с Апаликовым Самойленко. Но мяч от его рук отправился в аут. 15.7. Ну и совсем скоро будет у нас второй технический перерыв. Пока в одни ворота. Матч по этому первому сету. И еще одна ошибка у Фимса. Самойленко без блока, но атакует в аут. 7.16. 7.16. Второй технический перерыв. Ну посмотрим. В общем, я думаю, что Урал должен собраться и навязать борьбу Зениту. Может быть, не в первой партии, но тем не менее. Опытные игроки, есть что доказывать. И даже если у Уфы окончательно закончатся деньги, и будет принято решение распускать команду, я имею в виду лидеров этой команды, то, наверное, вот именно в таких матчах волейболисты Урала должны доказывать, что они могут понадобиться кому-то из сильнейших клубов российского чемпиата, кто будет бороться, реально бороться за медали нашего первенства в нынешнем сезоне. Ну и какие-то такие мастера, как Самойлин, или Данилов, или Леонид Кузьмин, или тоже Николай Ковачевич, которые мастера. В прошлом, напомню еще раз, что Урал был сверхудачным. Второе место в чемпионате страны, где в финале они навязали такие борьбу, в том числе даже самому Белогорию. В финал Кубка Вызова, где эта команда проиграла пьяченцы, пьяченцы, которые поставили под ножку зенитовцы в... Из-за финансовых проблем даже команда из Уфы была вынуждена отказаться от выступления в Лиге чемпионов в этом году. То есть по спортивному принципу именно уфинцы должны были играть в нем, но отказались в пользу, кстати говоря, зенита, который уже воспользовался своим шансом, попав в решающую стадию этого соревнования. Итак, Мэтью Андерсон. Вновь мощная подача. Спасают этот мяч гости, но опять-таки без атаки. Горбич первый темп! Опять было непросто и явно здесь не попал в темп звезующий Николай Апарикова, но наш третий номер, наш олимпийский чемпион Лондона сориентировался и, в общем, сумел так перебросить руки Самойленко, а там не успел к этому мячу Либера Кириченко и 17-7. Плюс 10. Преимущество зенита в этом первом сете. Павел Галинелли явно недоволен происходящим на площадку. Путин неплохо сыграл в приеме. И дальше атака Романа Данилова, которая вновь остановлена блоком. Вот повторы этого эпизода. Вот Данилов и двойной блок. Ну и, собственно, Михаил просто зачехлил 10-го номера соперника. Вертикально вниз мяч упал и, конечно, никаких шансов поднять мяч в защите у гостей не было. Данилов смягчает трос силы удара. А Данилов вновь попадает в блок. 19-7 уже так. Счет в первом сете неприличный. Ну, я не думаю, что будет продолжение именно такой игры и дальше по ходу встречи. Но вот в этой первой партии преимущество хозяев, конечно, полоса. Мэтью Андерсон на подаче. Попадает в сетку и только так. Только так могут набирать в последнее время очки у Фимса. Конечно, хотелось бы, чтобы интрига возродилась. Может, даже в этой партии не должны прибавить у Фимсы. Иначе смотрите игру, где, в общем, одна команда играет, а другая мучается. Я думаю, что это не очень интересно, потому что и для болельщиков все пришли посмотреть на серьезный волейбол в исполнении двух серьезных команд. Небольшая ошибка у наших в атаке. А Паликов не попал в площадку. И вот подсократили немножко. Разрыв в счете. Кости 9-19. Это Никола Ковач. Ведь на ваших экранах пока мы не видели его в атаке. Этого опытного сербского мастера. Грбич, пас одной рукой на Паликова, которого закрывает Леонид Кузнецов. И вот такой тоже редкий для волейбола момент индивидуальное блокирование в центре сетки. Вот позволено в повторе. В общем, Грбич-то неплохо отдавал мяч. Хоть и одной рукой. Но тут поймал, поймал Апаликова Леонид Кузнецов. Отметим игру седьмого номера гостей в этом эпизоде. Пайп. Играет Андерсон. Но будет доигровка у Урала. А теперь будет попытка забить пляч у нас. Сибажерис. Длительный розыгрыш. Что Зайцев. Но неплохо. Неплохо разобрался в этой ситуации. Связка Уфы. И сделал хороший пас на Наколачева, который забил по линии из четвертой зоны. Вот давайте посмотрим на повторе. Хороший. Хороший, наконец, получился у Серба. У Ковачева, при том, что игрок достаточно именитый, так выделяется на площадке тем, что он довольно низкорослый игрок. Так скорее, может быть, даже больше похож на игрока связующего. У Ковачева всего-всего 93 сантиметра. Конечно, маловато на ваших экранах. Опытный волейболист. Чемпионом Европы был. Составил своей команды 30 лет. Даже уже 31. 14 февраля. Между прочим, день святого Валентина у него, день рождения. Но так усилил, на самом деле, игру команды. Я думаю, что и в приеме должен здорово помочь своим. Но пока 12.20. На подаче Роман Данилов. Поэтому мы видим успешную атаку наших сегодняшних гостей. Роман Данилов. Еще один опытный игрок. Все время колоссальная надежда подавала Данилов. Когда был молодым. В общем, считался, ну, едва ли не звездой. И будущее масштаба Мусевского. Но как-то у Романа не заводилось. Да. Переводите из блокирующих в... Вернее, из диагональных в доигровщики. Но как-то все, в общем, не пошло. Но у Фии играть неплохо. Роман Яковлев. Тоже, я думаю, узнали вы этого волейболиста. Это начало двойной замены. У нас на концовку партии вышел вместо Грбича Яковлев. А сейчас Кобзер выйдет вместо, соответственно, Максима Михайлова. Вот с того, как Максим откуда дается. Потому что пока он продолжает подавать. Еще одно очко взяли мы на собственной подаче. Еще одно брейковое очко. И вновь плюс 10. 22-12 в концовке первого сета. Матча Зенит-Казань-Урал. Михайлов. Силовая. Вот Кобачевый, кстати говоря, справился. Очень неплохо с этой подачи. Ну и дальше Данилов. Судя по всему, был касанием блока. И очко в пользу у Фимцев. Да, Игорь Кобзер. Вот именно он на площадке. И сейчас у нас другая пара. Связка диагональной. В начале матча это были Грбичи и Михайлов. Сейчас Кобзер, Роман Яковлев. Ну, привычная замена для Олега. Но сейчас он ее использует. Ну и первая передача в центр сетки была от Кобзера. Вот Александр Волков не сумел забить. Может быть низковато бывает передача. Вот давайте посмотрим. Ну, ответил вновь Леонид Кузнецов. Это уже второй раз он сумел закрыть игрока первого темпа. Индивидуальным блокированием. Ну, в общем, при том счете, который мы имеем, я думаю, что Леонида Кузнецова мы можем отметить. И в нападении он пару мячей забил. Помните, в начале партии. Ну и два блока его, конечно, тоже впечатляют. Перекидывает Кузнецов мяч на сторону. Зенита! Ну и дальше. Непростая передача была от Кобзера. Но Сиважерис грамотно. Блокаут и 23-14. Там был один Потин. И сумел его переиграть Сиважерис, даже выполняя удар из не очень удобной позиции. Итак, два очка до победы наших в первой партии. Но придется немножко подождать, поскольку Евгений Сиважерис подает в сетку. На ваших рамках шестой номер казанского Зенита. А это Максим Потин, который пару раз, в общем-то, не слишком удачно действовал в атаке. Первый темп. Александр Волков обеспечивает казанскому Зениту 9 сет-болов в этом сете. На этот раз Кобзер был более удачлив в взаимодействии с своим блокирующим в атаке. Итак, 9 сет-болов. Для начала на подаче сам Александр Волков. Ну и не справляется, откровенно не справляется с приемом Максим Потин. 25-15 в пользу казанского Зенита в этой первой партии. Довольно скоротечный. И мы с вами уходим на рекламный перерыв. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казани! 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 Андерсон, который без блока этот мяч забил. Но вот в личном результате, я бы отметил связующего команды Урал. Это Роман Степанов под девятым номером, он вышел из-за один из первых моментов появления на площадке. Пару мячей в защите поднял довольно здорово. Ну вот так довольно беспомощная атака первым темпом в исполнении Соболенко и 8-4. Две с таким счетом наши подошли к первому личному берегу в партии номер два. Ну что, пока картина игры в общем не меняется, несмотря на улыбки игроков Урала. Вот Роман Данилов, пожалуй, единственный, кто более или менее успешен в атаке сегодня у наших соперников. А так, особых аргументов у подопечных Флавио Гулинелли против команды Олегна пока вот по состоянию на середину второй партии мы не видим. Разминают здесь около нашей комитетарской позиции запасные «Зенита». Я очень надеюсь увидеть сегодня на площадке того же Евгения Полетаева. Хочется посмотреть на наших молодых и на Димакова. Пока, так кажется, ситуация располагает тому, что возможно, возможно, наша молодежь наводкает сегодня по ходу поединка и появится. Пока мы видели замену лишь двойную замену в конце первой партии, когда, соответственно, Яковлев и Кобзарь выходили вместо Михайлова и Горбича. Вот такие маленькие фаны «Зенит Казань». 8-4. Никола Горбич на подаче. Вот он справляется с приемом. Быстрая передача. Ну и Роман Данилов очень здорово атаковал. Да, Роман Данилов пока в диагонали действует неплохо. И повторяю еще раз, Виталий не единственный из нападающих Уфы, который пока с современным успехом, но все-таки набирает очки. Забил Апаликов первым темпом, но зато четко закрыл атаку Самойленко. Да, Алексей Самойленко, в общем, тоже, конечно, с очень низким процентом атакует для игрока первого темпа. Позитов в этом смысле был более удачлив, особенно в начале первого сета. Помню мы два его успешных ударов. Мэтью Андерсон на подаче у нас. Ну и вновь Данилов. В общем, у Зайцева чувствуется, что нет особой альтернативы. Он понимает, что из всех его нападающих стабильно готов забивать сейчас только Роман Данилов. В общем, пока он, естественно, забивает и держит приличный процент в атаке, но с другой стороны делает довольно предсказуемой атаку команды гостей. То есть, Зенит знает, кого прежде всего держать и где нужно концентрировать свое внимание блокирующим игрокам. 10-6 после атаки Сива Железа. Владимир Олегов. Конечно, главные мысли Олегов, я думаю, о том, как же все-таки нам обыграть Белогория. Наш главный соперник. Я думаю, что и в финале четырем, где в полуфинале нам предстоит сразиться с командой Шипулина-Мусенского и в чемпионате России пока по всем раскладам особой альтернативы финалу Зенит-Белогории нет. И, конечно, честно говоря, подустали мы немножко от поражения от Белогория. И ничем бы не хуже, но пока-пока этот соперник такой крепкий орешек, который ну никак нам не удается раскусить. Вот уже на протяжении полутора сезонов очень хочется, что в решающих матчах сезона нынешнего все-таки нам удалось бы это сделать. Более с такими игроками, как Горбич и Левоков, которые на ваших экранах были. Максим Михайлов, конечно, можно горы сворачивать, не то, что обыгрывать Белогория. Пока есть, подсократили немного разрыв в счете наши соперники, сделали его так более-менее приемлемым, всего лишь минус два. Ну, сейчас Левоков здорово очень забивает. Максим Михайлов на подаче. Его силовая подача сегодня уже изрядно потерзала соперника. Посмотрим, как сейчас. И вновь так получается, что какая-то пауза образуется именно на подаче Михайлова. Любопытно. В прошлый раз она его сбила, и Максим попал в аут. Сейчас, что мы увидим. Не без труда, но справляются с приемом соперники. И дальше по-прежнему Роман Данилов. Вновь наши блокирующие оставляют вход для Данилова. То есть, закрывают ему линию. И тот бьет вход, и очень-очень неплохо, надо сказать. Уже не первый раз так четко забивает. Либо даже добивает до боя, либо бьет с такой силой и точностью, что там ни о каком, ни о каком защите речи быть не может. Но пока отличный первый темп. Грюбич вывел Волкова на атаку просто без блока. Но это прежде всего мастерство, конечно, игрока, связующего. Прежде всего нашего серба. И здесь, я думаю, что из этого очка, ну там 75% это заслуга именно девятого номера. А Волкову просто достаточно было не промахнуться. Переходящий мяч забивает Мэтью Андерсон. И преимущество Зенита вновь становится таким более-менее очевидным. На четыре счета 13-9 в пользу хозяев во втором сете. Хотя мы видим, что уже во второй партии борьба гораздо более интересна, чем в том, что мы видели в первом сете. Все-таки собрались гости. И Данил стал много забивать. Что сейчас? Ну а сейчас была заметная ошибка при второй передаче связующего команды гостей Зайцева. Фавио Гулинелли не теряет надежды змеи ситуацию в матче вперед. Ну вот так вы видели сейчас таблицу, который нам что-то показывал, что вот именно в последних розыгрышах сделали результат, вот именно этот отрыв, который мы имеем. Волейболисты Зенита и, в общем, Гулинелли, я думаю, что абсолютно правильно среагировал на ситуацию, попытался внести какие-то изменения в ход событий на площадке. Посмотрим, что изменится. Евгений Севажерец на подаче. Внимательно наблюдают за этим зрители на трибунах дворца волейбола Санкт-Петербург. Будет доигровка. У нас первый темп! Да, но вообще связка. Крпич Волков – это, пожалуй, самое сильное оружие Зенита в этой второй партии. Понравилось нашему сербскому легендарному ветерану пасовать своему капитану туда, в центр сетки. И тот просто в стиле Мусырского или купинца Симона раз за разом четко направляет мяч в площадку и выигрывает очки для своей команды. А вот и Данилов. И, наконец-то, мы останавливаем диагонального команды «Урау». Ну и 16-10. Второму техническому перерыву в этой партии. Роман Данилов и Павел Гулинель в среднем плане. Лидер и главный тренер команды «Урау». А это один из моментов, которых было немало в этом сете, когда после личной передачи Никола Горбича забивал Александр Волков. А это Мэтью Андерсон забивает переходящий мяч и даже не замечает сопротивления в качестве одиночного блока Павла Зайцева. Потому что пока все очень уверенно. Даже, как я сказал, чересчур все легко. И, конечно, главное не расслабляться. Такая ситуация, когда явно одна команда доминирует над другой. Часто заставляет немножко успокоиться и как-то снизить требования к себе по ходу матча. И часто такое чревато резким изменением происходящего на площадке. По-моему, сейчас Мочевов скоро появится на площадке. Во всяком случае, Владимир Олегов сейчас так беседует с одним из своих запасных, а еще и с Кобзарем, с Абросимом. В общем, так, некоторые беседы. Восемь, но с этой номером на площадке будет. Ну, смотрите, здесь не стал долго ждать с двойной заменой Олегна. И уже сейчас выпускает, причем сразу за боев. И Яковлева, и Кобзарем вместо Михайлова и Горбича дает им отдохнуть. Вот это Игорь Кобзарь, наш второй связующий. На старте сетона очень сильно он подвергался критике со стороны Олегна. Едварь не после каждого матча, когда Кобзарь появился на площадке, как-то досталось ему от главного тренера. Но сейчас в последнее время, по-моему, все уже наладилось. И Горбзарь так все увереннее себя чувствует, наладил контакт со своими нападающими. Ну что, еще раз наш блок работает. И остановит атаку Николой Ковачевича. Экс, кстати говоря, коллеги Горбича по сборной серти. Сейчас, конечно, уже наш легендарный серти, которому за 40 не играет за свою национальную команду, но Ковачевичу на них поиграли. Еще раз двойной блок закрывает атаку Николой Ковачевича. Два просто одинаковых момента. Ну и Гулинелли, честно говоря, я думаю, уже от отчаяния. Сейчас берет тайм-аут. Вряд ли что-то можно изменить уже в этой второй партии. Да, вот посмотрите, за счета 11-9. Дальше полный провал у Урала. Семь очков подряд. Семь очков подряд. И продолжает, продолжает штамповать своей подачей Евгений Севажелес. Но это Решат Гелезудин. Вы узнали, главного тренера женской команды «Динамо Казань». Ясно, что он тоже здесь и наблюдает за тем, что касается игры нашей мужской волейбольной команды. Итак, Евгений Севажелес. Максим Ботин один из тех, кто пытается принять подачу Севажелеса. Севажелеса, как угадали, в Ботино и была эта подача. И не справился восьмой номер. Еще одну очков в пользу Казанского «Зенита» 19-9. И вновь это похоже на такой довольно могучий разгром. Севажелес изменил теперь направление своей подачи. Ковачевич с тем же успехом на самом деле. А что, Яковлев? Мяч попал в аут. И что там? Нет, ну было касание блока, конечно, да? И Роман Яковлев, по-моему, своя первая очка сегодня в матче в атаке набирает. 29. Счет, конечно, вновь становится неприличным. Собственно, 9-0. Таким счетом мы выиграли последний отрезок в матче. Ну что, вот сейчас, может быть, Данилов возьмет первый очко для своей команды. Кобзарь в защите играет. А дальше он там, Вербов уже пытался со стороны соперников. Таким мяч спасти не удалось. И вот тут-таки Роман Данилов, именно ему удалось сняться с подачи Севажелеса. И тут же Мочелов. Тут же у нас замена. Севажелес сделал свое дело, может отдохнуть. И вместо него Александр Мочелов, наш опытный 30-ти однолетний доигровщик, появляется на площадке на концовку этой первой партии. Вот у Кобзаря с Волкалом не так здорово, как у Крпича с Волкалом получилась в этой ситуации. И еще одно очко. На этот раз брейковое очко. И вот удалось добыть подопечным Флавио Гулинелли. Это Алексей Вербов. Еще спокоен, делает свою работу. Свою работу классного Либера. По-прежнему лучшего в своем ампула в нашей стране. Ну а сейчас, судя по всему, арбитр указал на ошибку Мочелова сейчас в приеме. Снизу подбивал мяч двумя руками. Ну, в общем, там задержку свистнули. И на спец Владимир Олегов не очень доволен. И, в общем, подъявляет претензии. Судя по всему, какой-то элемент этого расхолаживания именно со стороны игроков есть. И, в общем, так Владимир Романовичу это явно не нравится. 21-12, тем не менее, счет все равно впечатляющий с точки зрения преимущества нашей команды. Да, но Флавио Гулинелли, конечно, можно понять, и вот такое слишком веселое настроение. Ботин справляется с подачей Волкова. И первый темп, вот редкая, редкая, очень редкая в этом матче. Точная атака Алексея Саморенко. Опытный игрок, 28 лет. Помним, мы его в Московском Динамике несколько часов провел. Как-то очень нездорово с ним в атаке действовал. Как-то так перебрасывал мячи без всякой надежды на то, что набрали результативный балл. Но вот сейчас не забил. Ну и тут же теряют подальше. Наши соперники. 22-13. Да, вот Олег, знаете, проводит некоторые беседы. В том числе и со своим помощником. Обсуждают какие-то вопросы, может быть, по составу на третью партию. Яковлев подает. Остались без первого темпа. Наши соперники. Ну а дальше, дальше все-таки Роман Данилов все-таки нашел там лазейку в тройном блоке Казанского Зенита. Вообще Данилов молодец на самом деле, так как практически, конечно, один в поле не воин, но диагональ работает прилично очень у Уфы на фоне того, как действует вся остальная команда. Сейчас отметим Кобзаре. Вывел он Романа Яковлева на одиночный блок. И сейчас Роман так похлопал своего молодого коллегу. Поблагодарил за отличное действие, связку своей команды. Поскольку, конечно, Яковлев один в один обыгрывать Ботина просто обязан в 10 случаях из 10 этого. Итак, 23-14. Здесь снова мы близки к сетболу. Но пока Зайцев играет на Романа Данилова. Ну, Роман, что называется, респект и уважуха. Снова забивает. С очень хорошим процентом атакует в этой партии. Неплохая передача за голову. И здесь один в одного Мочелова обыграл. Ну, конечно, Зайцев тоже помог. Давайте отметим Павла Зайцева. Отличная передача, с которой тоже не забить. В общем, мастер такого уровня, как Данилов, не мог. А вот и первый атака Александра Мочелова в партии. Не без труда, но забивает Мочелов и набирает свое первое очко в матче. Хотя там близок был Зайцев к тому, чтобы поднять этот мяч в защите. Который мяч, который отскочил, соответственно, от блока. Но не сумел. И вновь повторение ситуации первой партии. У нас 9 сетболов. Николай Апаликов на подаче. Мощно. И вновь абсолютный ремейк первого сета. Точно так же мы набираем последнее очко с подачи. И вновь такой же счет. 25-15. 25-15. 2-0. Мочей мы уходим на рекламу. Красивые септиков и действенными ремнейами. Возьми, поднями, 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 поднями. И сейчас. Какие-то, глянусь. Да. Которому, а кто-то в воду. И также время. Брон. Итак, заставил полнометку. Плаголад. Итак, септиков и действенными ремнейами. Аббетия запрямила. Где он? Субтитры создавал DimaTorzok 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 И с Олегом в 90-е годы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас было невозможно ему сильно бить по мячу Так он сумел таким навесным ударом преодолеть сопротивление нашего двойного блока Да еще так ударить, что никто из защитников у нас там даже близко не сумел подобраться к мячу, чтобы спасти его Итак, 8-5 в пользу Урала В уходу этого третьего сета пока вот эти многочисленные изменения, которые сделал в составе Вадимир Олег Наверное, смелый с самого начала партии, пока они в общем так чуть-чуть нам развадили командную игру Но пока Олег, по-моему, не собирается делать какие-то серьезные изменения Пока надеется, что именно этот состав сумеет наводить отдел Кобзель так дружеско похлопал своего связующего Конечно, от работы Кобзеля очень многое будет зависеть Относительно того, чем же закончится этот матч Именно в том, что касается третьего сета Итак, Никола Ковачевич В 8-5 Урал выигрывает у Зенита по ходу третьего сета Силовая подача от Ковачевича Вербов не справляется с приемом И преимущество гостей становится уже приличным 9-5 И даже выражение лица поменялось у Гулинелли Так стал явно более уверен в себе и в своей команде Итальянский наставник Правда, Ковачевич не сумел укрочить еще лидерство Урала Не попал в площадку с подачи 6-9 Мэтью Андерсон Будет пытаться начать погоню за ушедшим вперед соперником Давайте посмотрим, что он продолжит с подачи Кириченко справляется И дальше первый темп Вербов в защите Здорово очень Работает и дальше По рукам блокирующих Евгений Сиважили Здорово 7-9 Отметим сейчас в этой ситуации Великолепную игру в защите Вербова Ну и дальше завершающий удар Сиважили Сиважили тоже был хорош Все там и Кобзарь Из очень сложного положения Делал вторую передачу Так что как плановно здесь Отработали участвующие В моменте волейболисты Зенита И чуть-чуть сократили разрыв в счете 7-9 Жово пасует на Данилова Ну что Данилова По мнению Романа было Касание блока Но по мнению судей на вышке Такого и в помине не было И очагов получает Зенит Ну не всегда все-таки Данилов Столько мячей он уже сегодня выиграл Наверное где-то должен был ошибиться 8-9 Андерсон Ковачевич в приеме Ботин Еще раз Ботин И касание блока У Максима Михайлов Жаль перспективная была ситуация Могли мы практически сразу же догнать Счете соперника Но так Небольшая техническая побарка И 10-8 вбольше у Урала Самойленко на подачу И активизировались болельщики Так требуют Чтобы Дверг команды гостей Непременно попал в сетку С подачи Ну собственно Тут Внял Мольбам болельщиков Пусть не в сетку Но Не попал Площадкой По-моему какая-то замена Сейчас будет Готовиться у Урала Намекает Булинелли Кому-то из своих игроков О том что Пора Пора ему Вступать в борьбу По-моему это Андрей Ананев Четвертый номер Блокирующий Ну посмотрим Походу Дело Очень хорошая передача Связующего Урала Который оставил На одиночном блоке Данилова А это вот Ананев Это тот самый Который возможно В ближайшее время Выйдет на площадку А это Роман Данилов Пока В общем мы видим Такое противостояние Данилов против Зенита И надо сказать что В третьей партии Роман В полном порядке И показывает что И один в поле боя На самом деле Михаил блок аут Удачно 10-11 Сам же Михаил будет подавать Смельчает Трос Силу удара Ну а дальше Вот и Ботин Периодически Стал попадать Сейчас проход Прошел по линии Все-таки Зарядил Зарядил Своей бодростью духа Данилов Собственных партнеров И конечно Они В третьей партии Явно играют Собране чем То что мы видели В первых двух сетах Кобзарь Пасует на Максима Михайлову И тот вновь Отыгрывается Отбога Удачно Вот такой момент Некоторого паритета Наступил в этой партии Когда Мало брейковых очков Но достаточно быстро И успешно Команды снимаются С чужих подач Посмотрим В какой момент Ситуация будет Несколько изменена Может быть На подаче Сивожелеза Такой Опять Непростой эпизод Будет атака У нашей команды Первый темп Абросимов Сумел переиграть Леонида Кузнецова У сетки Огорчен Седьмой номер Команды из Уфы Так он Неплохо поднимался На самом деле Собросимов Давайте посмотрим На этот эпизод Поймал саму атаку Но дальше Так недостаточно Высоком выпрыгнул Абросимов Успел Смахнуть этот мяч И дальше уже Очков пользу Зенита К сожалению Не подает Сивожелез И по-прежнему Некоторые преимущества В счете За нашими соперниками А вот и появился Ананев Вместо Самоленко Вместо 13-го номера Четвертый Андрей Ананев Блокирующий Довольно молодой Кстати говоря Всего 21 год Ему 2.06 Это рост Этого волейболиста Абросимов Вновь очко В атаке Понравилось Кобзарю Работа со своим Четвертым номером В нападении Усерки Пока неплохо И 13-13 Ничьей на счет Ну и там Данилов Как ни пытался Но Спасти этот мяч В защите Не сумел Сам же Александр Будет подавать Кереченков Кереченко Равенство Буквально Буквально Один-два Розыгрыш До технического Тайм-аута Берет свой Тренерский Перерыв Нам статистика Четко указывает Что Зинец Сделал Небольшой Отрыв Имена В последней Расстановке Вот такой Эмоциональный Тайм-аут От Флавио Голинелли Пытается Завести Своих парней Но это Я так понимаю Ребята Из интерната Рубина Судя по Майкам Да На автобусе Приехали Юные Футболисты Рубина Но В общем Конечно Ждем Ждем Подрастающее Поколение Нашей команды Ладно Не будем Про Реал Петис И Рубин Давайте Вернемся К волейболу Ковачевич Забивает Касание Сетки Определил Второй Арбитр У Кобзаря И 15-14 Вернее 14-15 На подаче Связка Команды Урал Да Был Касание Все четко Обрели арбитры Его из-за Вжлоба Подает Так непросто Там Андерсон Не без проблем И Просто перекинули Мяч на чужую сторону Что Данилов Да Вот такой Любопытный эпизод И посмотрите Вроде бы Данилов Четко Сетки Вот повтор Мяч На стороне Санкт-Петербурга Нападать нельзя Данилов 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 У него Атаку С чужой Как бы Стороны Но Так повторно Честно говоря Такой четкой картин Не дал Сейчас Плавил Балинелли Здесь как раз Выясняет Обстоятельства Произошедшего С вторым Арбитром И в общем Явные претензии Есть Дрэперы У команды Гостей Ну а пока Мы видим Так А это вот Эпизод Это первая Атака Данилова Здесь еще Видите Переход Да Здесь был Здесь был Заступ В общем Касание сетки В общем Возвращаемся На площадку Что называется Эпизод Заигран По-прежнему Здесь равная Борьба В этой партии 15-16 И Никола Ковачевич На подаче У команды Из столицы Башкортостана Для игроковщика Сборной Сербии Затруднил прием Зениту Простой Переброс Мяча На чужую сторону И вот Едва ли не Первое очко В атаке В сегодняшнем матче От Андрея Ананьева Который Несколько Розыгрышами Ранее вышел На площадку Вместо Самой У команды Гостей Брейковый мяч 16-16 Это Владимир Олег Кивиченко Справляется С приемом И дальше Так По ощущениям Небольшой толк Уфимцам Сейчас отдал Судья Вот в такой тоже Спортной ситуации Решил Что Севажелец Атаковал На чужой стороне И Вновь Равенство У нас в счете Ананит на подачу 17-17 Неплохая Очень подача Севажелец Перекидывает Перекидывает Ну что Теперь начались ошибки У 10-го номера Эмоционально Данилов отреагировал На тот Судейский свисток В середине партии И стал ошибаться Причем серийно Вавио Гулинелли Второй тайм-аут Кстати говоря По-моему Олег на ни одного Тренинского тайм-аута Еще не взял В сегодняшнем матче По-моему Только Гулинелли Причем В каждом из сетов Он берет По максимуму Сейчас мы Мы уверены Мы что-то Сделаем Вдруг У нас возможности У нас позволяет Если нужно Старк Но Нам нужно Старк Старк Они Вдруг national Гулинелли И заметно перекрикивает своего переводчика. Ну, в общем, Гайз, Барни должны постараться. Основная идея итальянского наставника клуба из Уфы. Ну, а пока плюс два у Зенита. С небольшим преимуществом мы входим в концовку третьего сета. Шлоба пасует. Вновь на Данилова. Верит он в своего диагонального игрока. А тот опять не забивает. Что сейчас? Снова Данилов. Ну, и молодец Роман. Очень большая сейчас нагрузка на него в атаке. И все-таки забивает он мяч и набирает очков. И сам же Данилов отправляется на подачу. Правда, сейчас предсказуемое, очень предсказуемое нападение Урала. Фактически нужно держать именно Данилов. Прежде всего, поскольку, повторяю, он единственный, кто постоянно забивает. Два мяча на площадке. Ну, и так, как возможно, это ошибка одного из мальчиков, подающего мячи. Можно даже спить сейчас Данилову. Кстати говоря, давайте посмотрим, как на эту путь. Коп, смотри. Передача на Севажерезе. Такая мощная атака. Ну, как в защите здорово сыграли уфимцы. Но все-таки в центре сетки Александр Аброзьев. Снова плюс два. У Зенита 20-18. Максим Михайлов. Пока без замен в этой партии обходится. Владимир Олег на... Но это та ошибка, которая... Была, причем несколько раз у наших соперников в первом сете, когда просто между принимающими идет мяч, и никто из игроков не реагирует на эту подачу, каждый надеется друг на друга. Но в общем, в такой ситуации, я думаю, конечно, должен играть Либера. Вот такие спорные мячи, конечно, должен играть Кириченко, и я думаю, что это прежде всего его ошибка, а не Ковачевич. Владимир Олегов не может забивать вечно. 22-18 в пользу Зенита. Плюс четыре. В концовке у Зенита Максим Михайлов. Первый темп играет Жоба с Кузнецовым. На этот раз неудачно. 23-18 в пользу Казанского Зенита. Ну и вновь Максим Михайлов. Путин. Бессилен против двойного блока Казанского Зенита. И вот так равный, равный сет. Но только до определенного момента дальше Фимс начинает разваливаться. И уже шесть матчболов в исполнении Казанского Зенита мы увидим. Может быть все закончится прямо на подаче Максима Михайлова. Ковачевич с трудом принимает. Танил в атаке! Ну и еще один. 25-18. Немногим более очков удалось выиграть. Подопечный Флавио Гулинелли в третьем сете. В любом случае, исход тот же. Большое преимущество. И победа Казанского Зенита в этом третьем сете. Ну что ж, друзья. Довольно легко сложился этот матч для нашей команды. Сейчас нас ждут после матчевое интервью. Будет небольшой саммари. А потом еще мы, думается, побеседуем с кем-то из героев сегодняшнего поединка из числа игроков Казанского Зенита. Поэтому не уходите от своих телеэкранов. А пока... Сейчас хорошая работа. Уральцы приветствуют друг друга. Ну и также наши радуются победе. Сейчас будет саммари, а потом интервью после матчевое. Уральцы приветствуют друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И после матча мы беседуем с одним из героев сегодняшнего поединка. В диагональном Зенита Максим Михайлов. Максим, насколько были ли какие-то проблемы сегодня с настроем на игру после тяжелых матчей с Печенцей и Белогорем последних недель? Знаете, чемпионат в России очень сильный, поэтому терять очки не стоит с любым соперникам. Тем более, я бы не сказал, что Урал слабый соперник. Идут в середине турнира на таблице, показывают, в принципе, добротную игру. Поэтому было сегодня очень важно победить, особенно после поражения в Белгороде. Сегодня, в принципе, удалось выполнить все установки. Я думаю, что за счет этого победили. Вот та ситуация большей и серьезной финансовой проблемы, которую испытывает команда из Уфы, как-то сказывалась на игре вашего соперника? Как считаете? Ну, к сожалению, да, сейчас есть команды, которые испытывают какие-то трудности именно с деньгами. Я думаю, что это может сказаться как-то на мотивации некоторых игроков, в принципе, Урала, я думаю, в данной ситуации. Ну, я думаю, что, в принципе, в большинстве у нас все игроки профессионалы и знают свое дело. Я думаю, что они даже не думали, выходя на эту игру, а выходили бороться, сражаться. Максим, ну, нельзя обойти тему вновь в Белогоре, да? Вот согласны ли вы с мнением, что фактически концовка этого сезона для «Зенита» будет связана с тем, сможем ли мы наконец-то найти ключи к команде Шипульна и Мусырского? Фактически вот именно к этому вопросу и сводится вся интрига этого волейбольного сезона. Ну, к сожалению, Белогоре не складывается с счетом Мусырского. В принципе, мы с ним по ходу матча много раз справлялись, но Белогоре обладает очень большим количеством игроков. Очень хороший подбор у них, так можно сказать, второго состава, который может выйти помочь. Я думаю, что это главный достаток этой команды. И в первую очередь нужно настраиваться не против Белогоре, наверное, а показывать хорошую группу, потому что на той стороне стоит очень много людей, которые могут в одиношку решить исход матча. Но все-таки вопрос психологии, поражение за поражением. Как-то испытываете уже какое-то дополнительное давление в связи с этим? Ну, давление, может быть, испытывается только за счет того, что это матч очень важный. Я думаю, что и для нас, и для них. Они давно не играли в половую лигу чемпионов. Мы понимаем, что проигрываем очень много турниров. И последний турнир именно Белогорье. Поэтому я думаю, что трудности могут какие-то возникнуть с этим. Но постараемся в последнем матче выброситься из головы и сыграть как новую игру из Белогоря. Большое спасибо, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда ты выиграешь 3-0, как мы выиграли сегодня, не нужно смотреть статистику, потому что два периода закончилось 15, последние 18. Нам нужно сейчас думать о Анкаре. Все, что сделаем от сейчас до Анкаре, нужно быть в этом так, чтобы мы были готовы играть полуфинал. Значит, сегодня тоже мы попробовали чуть-чуть сделать что-то, чтобы помочь нам в Анкаре. У вас есть какой-то рецепт победы над Белогорием в Анкаре в полуфинале? Что нужно будет сделать? Как остановить Мусырского и его партнеров? Нужно играть хорошую волоболу. Я думаю, что все. Подать хорошо, защититься хорошо, сделать атаку хорошо, высокий мяч хорошо. Все. Я думаю, что мы такая команда, которая может играть все хорошо, но только атака или подача. Значит, мы знаем блокировать хорошо, защищаться. Нужно только сделать, когда нужно сделать. Это, я думаю, очень, это высшая проблема в голове, что технически. Но я думаю, что мы будем готовы. Спасибо, удачи. На нашем эфире был Николай Горбич. Встретимся с вами вновь на волейболе, на телеканале Новый Век. Счастливо. Продолжение следует...